Дать и видеть, что сделал Бог. Я приветствую всех, кто присоединился сейчас к нам в прямом эфире. Наших драгоценных братьев и сестер, тех, которые смотрят нас по телевидению, по интернету. Так здорово быть вместе. Церковь – это Божья семья. Нет ничего лучшего в этом мире, чем церковь. Только подумай, где бы был ты, если бы не Господь. Только подумай, что было бы с тобою, если бы не церковь Божия, не братья и сестры. Мы так рады видеть отклики, видеть тех братьев и сестер, кто уже написал что-то в комментариях. И прямо передо мной здесь есть экран, и я могу видеть многие комментарии. Так здорово, братья и сестры, что вы сегодня вместе с нами. В это утро я хочу говорить на тему, где был Бог в моем кризисе. Не секрет, что по всему миру сегодня происходит очень много перемен. Мы вообще в неком сезоне турбулентности, когда перемены просто настолько быстро происходят, что иногда мы не успеваем даже отслеживать за тем, что нового сейчас за это время произошло. Вы знаете, друзья, хочу сказать, что на протяжении всей истории были перемены, но никогда не было так много, в короткий период времени, и с такой интенсивностью столько новостей, которые просто бомбардируют наше сознание и наш разум. И многие, многие из нас ощущали этот прошедший год, 20-й год, как одним из худших лет своей жизни. И многие писали, и я помню, когда я листал ленту в Фейсбуке, то там были такие отклики, это был худший год в моей жизни, это был год кризиса в моей жизни. И совсем не так много было свидетельств, когда люди говорили о том, что Бог был со мной и провел меня через это. Я хочу сегодня рассказать вам одну историю. История, которая очень сильно вдохновляла меня и продолжает вдохновлять до сегодняшнего дня. История, в которой есть сверхъестественные Божьи вмешательства. История, которая по-человечески казалась тупиковой и безысходной. История, когда ты смотришь на нее, тебе кажется, что все конец, дальше некуда, тупик. Но это с перспективы человека, с перспективы Бога, все выглядело по-другому. Давайте вместе с вами окунемся в Старый Завет, в период Давида, в то время, когда были цари. И здесь история о человеке, которому было около 30 лет. Когда ему было 20 лет, он женился на одной девушке. А отец этой девушки, его тесть, очень сильно не взлюбил его. И настолько сильно, что стал гоняться за ним и хотел убить его. Вы догадались, наверное, что это речь, что речь идет о Давиде и о Сауле, который был царем. Итак, тесть этого молодого человека, который уже 10 лет был в браке, он был царем, и он хотел уничтожить и убить своего зятя. В такой ситуации Давид однажды, в Библии есть эти слова, сказал, когда-нибудь я попаду в руки Саула. Его вера как бы остановилась. Его руки, которые были подняты к Богу и надеждам, пришли в тупик. И он опустил свои руки веры и сказал, когда-нибудь это произойдет. Если расширить эту мысль, то можно сказать, когда-нибудь, но все равно Бог не сможет меня защитить. Когда-нибудь я все равно заболею. Когда-нибудь я все равно продолжу то, что делали мои родители. И вот то, что сейчас этот сезон или период благословения, наверное, когда-нибудь закончится. Это говорит страх, это говорит неверие. И некоторые из нас, мы подвержены этим атакам. Мы смотрим на жизнь наших родителей, бабушек, дедушек. И мы говорим, ну посмотри, ну вот в таком возрасте, обычно в нашем роду все заболевали. Наверное, я буду не исключением. Ты будешь исключением. И если ты будешь верить и доверять Господу. Потому что наш Бог останавливает проклятие поколений. Наш Бог в действительности благословляет всякого, кто верит Ему. Но у Давида было состояние, когда он сказал, когда-нибудь я попаду в руки Саула. И после этого он пошел в соседнее царство. И пришел к царю и попросился, чтобы жить у него. Царь дал ему место. Небольшой город, который назывался Сикелак. И он сказал, живи в этом городе. И вот Давид, в то время у него было немало людей вместе с ним. В Писании написано, что многие, которые были огорченные душой, присоединились к нему. У него было около 600 мужчин. Они были женаты, у них были дети. В то время допускалось и... У некоторых из них было несколько жен. У самого Давида было тогда две жены. И дети. И вот все это огромное количество людей поселилось в этом городе Сикелаге. Они прожили уже около полутора лет. И однажды Давид, который был настоящим мужчиной, он собрал мужиков и сказал, ребята, пойдемте в поход. Я не знаю, что они делали. Может быть, они охотились. Может быть, они шашлыки жарили. Может быть, они играли там в футбол или в волейбол. Может быть, они купались и отдыхали. Но они просто оставили всех своих детей, семьи, жен в этом городе. И на три дня ушли в поход. Это моя мечта. Взять мужчин из церкви. Куда-нибудь поехать. На горы. Полезть на самую высокую гору. Что-нибудь сделать мужское. Мы так созданы мужчины, что нам хочется рисковать, что-то творить, что-то делать. И просто сидеть дома. И вот так вот мирненько. Конечно, это тоже важно. Дома, чтобы все было в порядке. Ну и мужчины, нам нужно что-то сделать. Нам нужно куда-то пойти. Что-то завоевать. Это вложено Богом в нас. И Давид, понимая это, взял своих мужичков. И они все пошли. И три дня они были просто в походе. Когда они возвращались. Обычно, когда они возвращались. Когда они подходили к городу. Навстречу бежали собаки, дети. Жены выходили. Встречали мужичков отдохнувшими. Своих мужей домой. Но в этот раз не было никого. Никто не бежал навстречу. Давид всматривался. Не мог понять, что случилось. И когда они подходили ближе. Они стали видеть дым. Поднимающийся от того места, где их город. Еще ближе. И они осознали, что город горит огнем. Кто-то поджег наши дома. И что-то происходит в городе. Когда они зашли. То они ужаснулись. Потому что никого из живых. Они там не нашли. Горящие дома. Все разграблено. Все разрушено. Догорает пепел. Просто один от их места жительства. От их города. Если вы будете читать Писание. То вы увидите, что там сказано. Что Давид и все мужчины, которые были с ним. Они подняли вопль и плакали. И написано. Доколе не стало в них силы плакать. Я не знаю. Вы когда-нибудь плакали так. Что у вас уже больше нет никакой силы плакать. Вы просто. Вы просто все. Вы умираете. У вас уже ни слез нет. Ничего. Это мужчины, 600 мужчин, которые плакали до тех пор. Доколе не стало в них силы плакать. И когда они уже обессиленные, абсолютно изможденные, в полном тупике. Это не просто кризис. Это какая-то катастрофа. Это просто бедствие. Это просто что-то, что нельзя было даже представить в самом страшном сне. И вот в этом состоянии кто-то из них сказал, а почему это случилось? Кто виновник во всем этом? И кто-то сказал, да почему случилось? Потому что Давид подбил нас уйти в поход. И кто сказал, кто виновен? Давид виновен. Он виновен. И вдруг эти мужчины, у которых не стало силы плакать, из последних сил стали наклоняться и стали брать потяжелее, побольше камень, булыжник какой-то. Они все взяли в свои руки камни, повернулись лицом к Давиду и готовы были еще одна секунда. Кто-то первый бросает камень, и второй, третий мужчина, и просто они все камни могли полететь в один миг просто в Давида. И на этом заканчивается вся жизнь и заканчивается все. Если ты говоришь, что у тебя кризис, подумай только об этом человеке, который только что осознал, что он потерял всю свою семью, детей, жен. Что нету места жительства у него. А вот теперь его же ребята, с которыми он полтора или три дня был вместе, они готовы убить его. И его жизнь держится просто на волоске. И это неминуемо, когда мужик берет в руку камень и весь в отчаянии готов просто бросить его, что он его бросит. Вряд ли он его положит обратно. Он его бросит, потому что это последнее. Как выразить свою боль. Если ты говоришь, что у тебя кризис, подумай о Давиде, в каком кризисе был тогда он. И наше внимание, наш объектив сейчас наведен прямо на этого человека. А что сделает Давид? Вы думаете, он упал на колени и сказал, ребята, не убивайте меня, не убивайте меня, ребята, пожалуйста, я... Нет. Давид в этот момент, будучи в центре, окруженный 600 мужчинами, которые держали камни в своих руках и в отчаянии готовы были его побить, написано, что Давид был сильно смущен. Но в этот момент Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. Укрепился надеждой. Что-то происходит с ним. Вдруг его лицо начинает сиять. И глаза его сверкнули, какая-то искорка. Вдруг он как будто бы смотрит сквозь всех этих мужчин, сквозь все эти обстоятельства. И даже как будто бы какая-то улыбка на лице его. И надежда. Они прямо пешили. Никто не рискнул первым бросить камень. А Давид заговорил и говорит, принесите мне ефот. Я хочу слышать голос Божий. Скажите священнику, я хочу Бога услышать сейчас. Вы знаете, это седьмой стих первой книги царств, 30-й главы. И когда я покопал в подлиннике вот этот момент, я обнаружил, что в нашем русском переводе, в синодальном переводе нашей Библии, там есть слово, которого нет в оригинале. Смотрите, как написано в русском нашем синодальном переводе. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Догадайтесь, какого слова здесь нету в подлиннике. Не догадайтесь, первый раз. Слово надеждою. Оказывается, в подлиннике там написано так. Но Давид укрепился Господом, Богом, своим. Как будто бы у него была надежда, которую он наконец-то возложил на Бога. Не знал, на кого возложить, как бы не так. В подлиннике немного по-другому. Давид укрепился, то есть он изможден. Он на последнем издыхании. Кажется, сейчас еще момент, и он умрет. И в этот момент, что он делает? Он поворачивает свой взор к Богу и укрепляется не надеждой, которая у него была, а может быть, уже и надежда закончилась. Он укрепляется самим Богом. Он укрепился Господом, Богом, своим. Вы скажите мне, а как это? Друзья, я думаю, у каждого из нас есть моменты, когда мы оказываемся вдруг в центре, в эпицентре кризиса. И когда разные мысли атакуют нас, и вы смотрите вокруг, и вы даже не знаете, чем или кем вы можете как-то застраховаться, утешиться, успокоиться. Вы не знаете выхода, у вас все закрыто. Тупик. И в этот момент Бог смотрит на тебя. И если ты сможешь в этот момент укрепиться Господом, поднять свой взор над обстоятельствами, каким-то образом как-то посмотреть сквозь ситуацию. Вот что такое вера? Вера смотрит сквозь препятствия. Вера идет дальше, чем обстоятельства. Это получилось у Давида. Он укрепился Господом, Богом, своим. Знаете, чего не знал Давид? Я дам вам несколько мыслей, которые настолько очевидны. Когда вы изучаете всю эту историю, первое, Давид не знал, живы ли его дети, жены, все те, которые здесь были в этом городе, или они мертвы. Потому что амаликитяне, это был тот народ, который пришел, они были очень жестокими врагами. Когда они захватывали какие-то города, обычно они брали в плен, но по пути, по дороге, они убивали людей, они насиловали женщин, они убивали всех, кто им не нравился, и оставляли на дороге огромное количество трупов по дороге к себе домой. Взяв в плен, по пути, они половину, а то и больше, могли просто убить и привезти с собой только тех, кого они решили, что это хорошее, чтобы они были у нас рабами. И Давид не знал, живы ли его дети и жены. Второе. Давид не знал, что когда амаликитяне, взяв всех женщин, детей и стариков, отправились в дорогу, что там среди них был один богатый человек, у которого было немало рабов. И он захватил перед этим в плен, взял одного мальчика, египтянина, которому было лет 15 всего. И этот египтянин заболел. Мальчишка, простыл или что-то случилось. И он по пути, когда все шли, он посмотрел на него, видимо подумал, зачем мне его кормить, этого пацана молодого. У меня столько евреев, которых я только что взял. И он бросил этого мальчика просто в пустыне, чтобы он умирал. Третье. Давид не знал, что когда они найдут со своими мужчинами амаликитян, а они потом погнались за ними, то амаликитяне будут пьяные, они будут радоваться, танцевать, гулять. И абсолютно никакой мысли у них не будет о том, что кто-то может их догнать или напасть, что какая-то армия там еще может преследовать их. Они настолько были уверены в своей победе и безнаказанности, что они все понапевались. А такую армию нетрудно было победить. И четвертое. Давид абсолютно не знал, что через три дня после этого события, совсем недалеко, километров 150 от Сетилага, произойдет битва, очень ожесточенная и сильная. Филистимляне с евреями вступят в войну. И в этой войне, в этой битве погибнет его тесть. И погибнет сын. Саула, Авесолом или Иоаннафан, друг Давида. И Давид не знал, что сразу после того, когда царь умрет, к нему придут целые делегации евреев, которые попросят у него, чтобы Давид ушел отсюда, с этого города Сетилага, и переместился в Израиль, и стал царем. И для Давида, в принципе, осталось всего-то немного жить. Меньше недели здесь, в этом городе. Он будет переселен в другое место, в другие дома и станет царем над Израилем. Давид не знал, что там у Бога вообще другая перспектива, что Божий взгляд совершенно другой. И Бог сейчас смотрит на Давида, на его реакцию. Потому что у Бога пришло время смены сезона. И прямо с самого дна, с этого кризиса, сверхъестественным образом, Бог готов поднять Давида и исполнить те обещания, которые Он давал ему раньше, и поставить его на царство. Я немного остановлюсь на этом. Братья и сестры, мы с вами так же, как Давид. Мы многое не знаем. Мы не знаем, что может произойти завтра. Мы не знаем, что может произойти сегодня. Мы не знаем точно так же, как эти три юноша, о которых мы слышали сегодня, Седрак, Мисак и Авдинага. Они не знали, будут ли они живы или нет. И когда их бросали в эту печь, они не знали, что всего пройдет 5-10 минут, и их оттуда с печи достанут, невредимыми абсолютно прямо из огня. И даже запаха огня не будет. Они не знали этого. Они не знали, что произойдет такая резкая смена, что Бог просто уже приготовил все другое для них. Но им надо было пройти сквозь эту печь. Ты и я, мы не знаем. Может быть, твоя болезнь, это болезнь к славе Божьей. Не к смерти, а к славе Божьей. Но ты не знаешь этого. Ты готовишься к смерти. Это хорошо, что мы готовы к смерти, к встрече с Господом. Но Бог смотрит на тебя. И в один век Он может просто коснуться тебя и исцелить тебя. Ты не знаешь, что Бог может сделать с теми отношениями, которые разорваны в твоей семье. И может быть, ты думаешь, уже конец, я уже все, я не знаю, у нас нет мира, у нас нет единства, у нас нет понимания. Но Бог, Он смотрит на тебя и говорит, я пошлю благодать свою. Когда ты смиряешься, я отвечу тебе. И в один момент, может быть, просто перемена. И вдруг благодать Божия опускается. У тебя другой взгляд, другие отношения. Ты видишь перемену с собой, с сердцем своим. Твой характер, твои привычки меняются. И начинается идиллия и новая жизнь, новые отношения в семье. Ты не знаешь, какая смена сезона грядет. Потому что так часто мы смотрим своими глазами. А у Бога есть свой план. Друзья, я помню, такая картина была. И в христианских домах ее можно было встретить, как, знаете, следы на песке, на пляже, будто бы песок или пустыня. И там следы. И в начале этой картины крупным планом видно следы двух людей. А потом видны следы одного человека. И эта картина была написана человеком, который увидел эту картинку во сне. И потом задал вопрос Богу. Господи, а что это такое? Следы двух людей. И Дух Божий дал ему понимание. И он услышал, как Иисус сказал ему, Сын мой, это мы с тобой идем вместе. Я веду тебя по твоей жизненной пустыне. Я иду рядом с тобою. Он говорит, Иисус, а вот здесь следы одного человека. Ты меня оставил? И в ответ он услышал, нет. Ты просто изнемог. Я взял тебя на руки. Это мои следы. Я несу тебя на своих руках. Братья и сестры, мы даже не догадываемся, что, возможно, прямо сейчас ты на руках всемогущего Бога. Он несет тебя. Он знает твои боли. Он знает твои молитвы. Он знает твои слезы в подушку. Он знает твои разбитые мечты, когда ты начинал бизнес и падал, прогорал, 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 прогорал. И у тебя нет уже никакой веры. Ты не знаешь. Может быть, ты как Давид говоришь. Когда-нибудь я попаду в руки Саула. Когда уже вера, все, закончилась. И ты думаешь, а смысл? Что дальше в жизни? Бог хочет сказать тебе, что это твой взгляд. У Бога есть его взгляд, его перспектива. И так было с Давидом. Давид совершенно не знал этого. Но знаете, что мне сильно нравится в нем? В самый отчаянный момент. Он поворачивает свой взор к Богу. Он знает, что только от Него моя сила. Только Он надежда моя. Только Он упование мое. Только Он может укрепить мою душу. Он не смотрит на людей. А это же ведь его люди. Это же его мужички, с которыми он вместе. Три дня там был где-то там в походе. Они дружили, смеялись, шутили, радовались. Хорошо время провели. А теперь они стоят против Него. И он одинок. Но не одинок. Возможно, в этот момент Дух Святой напомнил ему, как когда ему было 15 лет, в его дом пришел пророк. Человек очень известный. Человек очень знатный. И все селение сбежалось посмотреть. Потому что Самуил пришел в дом отца его. Он был совсем недалеко там. В полях пас овец своих. И когда вся церемония закончилась, им нужно было садиться за стол. Самуил говорит, я не сяду за стол. Потому что Бог говорит мне, что есть еще кто-то. Есть ли у тебя кто-то еще? Он говорит, ааа, там есть младший. Пасет овец. И тогда позвали и привели Давида. И Давид пришел. И когда он зашел в дом, Самуил улыбнулся и сказал, ты помазанник Божий. И он вылил елей. Так, ну, это означало, что Божие избрание на нем. Так помазывали царей тогда. Вылил елей ему на голову. Произнес такие удивительные слова. Адрес Давида. Когда весь праздник закончился, и эта трапеза закончилась, и все гости разошлись, и наступил следующий день, то наутро отец сказал, иди паси овец. Что ты тут дома сидишь? Подожди. Он помазан. На царство. Его Господь избрал. Господь услышал молитвы его, поклонения его, когда он играл на музыкальных инструментах и Бога искал. Господь видел сердце его. Но не отец, но не люди. Возможно, в этот момент, когда он был в окружении этих мужчин, он вспомнил, что Бог обещал ему и сказал, что он будет сидеть на царстве. И будет сидеть вовек. И от него произойдет Мессия Израиля. А тут смерть. Вот она смотрит в глаза. Дышит. В окружении шестисот мужчин. С камнями, с булыжниками они стоят с готовностью бросить сейчас. А Дух Святой ему говорит, это не конец. Это не конец. Не все слова, которые я сказал, о тебе исполнилось. Не все обещания, которые я дал тебе, они в твоей судьбе притворились в жизнь. Не все обетования, которые я изрек в твою судьбу, в твою жизнь, они пришли. Это не конец еще. Я кому-то из вас говорю сейчас, не знаю кому. Это не конец. Даже если ты смотришь на обстоятельства и думаешь, это конец. Это не конец. Помните, тут же Давид сказал, не умру, но буду жить и возвещать дела о Господне. Мне так нравятся эти слова. Не умру, но буду жить и возвещать дела о Господне. Ну и что, что я внизу? Господь свет мой. Он спасение мое. Он поднимет меня. Он сделает ноги мои, как олени. Он на высоты мои возведет меня. Он Бог мой. Ну и что, что люди окружили меня с камнями, с булыжниками. Ну и что, что эти обстоятельства, они вокруг меня. Ну и что, что у меня нету достаточно денег или работы, или отношения разорванные, или я вообще в банкротстве, или я опять наполнен горечью, гневом, разочарованием. Бог мой. Бог мой. Скала моего спасения. Я уповаю на Него. И вот Давид просто к Богу обратился и укрепился упованием на Господа. Смотрите, что было дальше. Я верю, что Дух Святой принес ему эти места, когда Бог говорил ему эти моменты. И он стал верить больше Богу, чем обстоятельства. Даже тому, что видят глаза его. Это же ведь реальность. Даже через все это он обратился к Богу, укрепился упованием на Господа. И после этого сказал, принесите мне ифот. И стал искать воли Божьей. Господи, что мне делать? Ему нужно было слово от Бога. Друзья, как важно в разных ситуациях иметь слово от Бога. На поворотах жизни в моей судьбе я всегда ждал слово от Бога. Слово от Бога, когда избирал специальность. Слово от Бога, когда женился. Слово от Бога, когда переезжал в другое место. Сегодня модно переезжать в более теплые края. Знаете ли вы, что когда-то Лотоша избрал по взгляду очей место, которое было очень красивым и симпатичным и мучился в праведной душе своей. Знаете ли вы, что когда-то Наиминь она тоже пришла туда, потому что там не было хлеба у них. Они пошли в другую землю, в Мавицкую. А вот итог. Умерли два сына ее и муж ее умер. А ведь не сыновья сами пришли. Ведь они пришли, потому что они были частью семьи. Сегодня родители не думают таким образом, духовно не думают. Они думают, тут плохо, пойду туда, там лучше, там удобнее, пандемия, чего сидеть дома. Я себе домик какой-то прикуплю в теплом месте, во дворе буду ходить. Но вы не знаете, что можно потерять и детей там, и мучиться в праведной душе своей. Если по плоти, без слова от Бога, без слова от Бога принимать ключевые решения в жизни, потом можно всю оставшуюся жизнь, просто работать с последствиями, пытаться как-то выбраться из этого всего. Давиду нужно было слово от Бога, и он получил его. Когда в экстренных ситуациях ты взываешь к Богу, Бог не будет молчать. Я еще расскажу это. Когда в экстренных ситуациях вся твоя душа кричит к Богу, Бог не будет молчать. Он проговорит тебе. Это не о нашем Боге. Когда ты Его спрашиваешь, Он молчит. Он не играет с тобой в кошки-мышки. Он даст тебе знать. Даст тебе внутри. Даст тебе через служителей, через других людей. Ты будешь знать Бога. Ты будешь знать волю Божию. Ты будешь иметь чувствование. Дети Божьи, Иисус сказал, овцы мои, знают голос мой, за чужие мне идут. Дети Божьи знают голос отца. И в экстремальных ситуациях Иисус тут же, Дух Святой тут же, рядом, там же. Давид только сказал, дайте мне ифот. Скажите священнику, принесите мне ифот. И тут же, Господь стал говорить с ним. Не через день, не через два, в ту же секунду, Господь начал говорить с ним. Он спросил, что мне делать? Идти ли мне? Догонять ли мне это войско? И Бог сказал, иди, ты догонишь и отнимешь. Я хочу, друзья, чтобы мы вместе с вами посмотрели еще на то, что было дальше. Вот он, эти 600 мужчин, они, они руки опустили, камни положили опять, что-то с Давидом не то. Давид укреплен надеждой на Бога. Глаза его другие, мысли его другие. Он другой, сияет лицо его, прямо в кризисе, прямо среди всех этих проблем, среди пепелища, где они находятся. А он сияет, а он радостный. И он говорит, мне Бог сказал, чтобы мы пошли и догнали этих врагов. И вот они идут и догоняют. Они идут быстро, они спешат, потому что они не знают, живы ли их жены, дети, вообще, и все имущество. Они не знают этого. Они бегут, они идут быстро. Жара, зноя дня, они идут, истощенные, уставшие, пришли домой. Тут и кушать нечего, и отдохнуть негде. И теперь они из дома поворачиваются со сгоревшего вот этого города и идут, и ищут. И по пути они находят мальчишку, который лежит там, лежит уже трое суток, без воды, без еды, практически умирает. И они не проходят мимо, они останавливаются. Они останавливаются. Они берут и подводят его к Давиду. Давид говорит, дайте ему поесть. Дайте ему смоквы, дайте ему воды. Он поел смоквы, там, значит, сказано в Библии, поел, попил воды, и ничего не происходит. Он умирающий мальчишка. А потом снова и снова, а потом потихоньку пришел в себя. Очнулся. Когда очнулся, пришел в себя, Давид начал говорить с ним, кто ты, откуда ты? Он говорит, я египтянин. Откуда ты взялся здесь, в пустыне? А мы тут, говорит, на Секилак напали на этот город. Простой такой парнишка в 15-х лет. А мы тут, говорит, напали, говорит, мы тут забирали, говорит, все, говорит, сожгли огнем и забрали там всех этих людей, в плен увели. А меня бросили, потому что я заболел. Реакция нормальная, такого плотского человека. Собаке собачья смерть. Смерть тебе и все. Ты наших детей, жен, ты враг наш, и все. Но нет. Давид совсем по-другому, говорит. Давид говорит, слушай, а ты мог бы нам показать, где, куда они пошли, где это войско? Конечно, покажу. Сохраните мне только жизнь. Не убейте меня. Я покажу вам. Этот мальчишка доводит их до того места, где стоит все это войско. И тогда Давид просто нападает на них. Они все пьяные и забирают своих жен, детей, все имущество написано. Ничего не пропало. Все забрал обратно. Но я хочу ваше внимание обратить на этом моменте. Они шли. Они были очень заняты. Они были целеустремлены, чтобы догнать то войско, амалитетян. У них было слово от Бога. А по пути кто-то лежит. И они остановились. Мой вопрос к тебе. А ты, когда ты целеустремлен, когда у тебя есть дело, которое тебе нужно сделать, когда ты очень занят, когда у тебя есть вопрос за вопросом, а тут вдруг по пути, какая-то ситуация, ты останавливаешься? Или ты бежишь? Или ты просто думаешь, что-нибудь другое после этим займется? Люди, да люди везде. Да что люди? Да нищие, бедные, нуждающиеся, без Бога. Да везде они. Я что, могу всем им что-то сделать? Бог смотрит на сердце каждого из нас. Пройдем ли мы мимо или нет? Вы помните эту притчу, которую Иисус рассказал одному человеку, который провоцировал его на это? Кто мой ближний? Иисус рассказал притчу о том, как один человек шел дорогою, и на него напали разбойники. И его изранили, сняли с него одежду и бросили его там на пути. И той дорогой шел священник, прошел мимо. Левит прошел мимо, но он подошел, посмотрел. От этого еще хуже, когда тебя оценили, посмотрели, повернулись и дальше пошли мимо. Зачем нам руки мазать вообще? И шел добрый самарянин той дорогой, который остановился, человек деловой, сразу видно, остановился. Но он взял, перевязал его раны, он взял его на своего вола, он привез его в гостиницу, и он заплатил. И пошел дальше, потому что он занят, он деловой, но он остановился, он свои планы подкорректировал и сказал, я вернусь, если ты истратишь что-нибудь больше на него, я заплачу. И оказал милость этому человеку. Когда Иисус закончил эту притчу, он задает вопрос, кто был ближний этому несчастному, который был избит разбойниками и лежал при дороге. И в ответ услышал, тот, который оказал ему милость. И тогда Иисус сказал в ответ, иди, и ты поступай так же. Вот я хочу, чтобы это слово осталось сегодня в нашем сердце. Иди, и ты поступай так же. Не проходи мимо. Признаюсь вам, я молюсь, чтобы Бог убирал черствость с души моей. Я знаю, что очень часто настолько много всего, вопросов, дел, занятий, ответственности, что сложно остановиться просто возле какого-то человека. Недавно я подвозил одну женщину, мы выехали рано утром, не знаю, в 6 или в 7 утра, через часа 3, и остановился, чтобы попить кофе, позавтракать. Я купил ей завтрак, я вез ее в женский дом милосердия. И сел против нее, и стал спрашивать, расскажи мне о своей судьбе. Она начала говорить, и не может кушать, плачет. Я говорю, а где твои зубы? Она говорит, а их выбили. Кто выбил тебе зубы? Женщине 31-32 года. Она говорит, мужчины. Ее сын у нас, в нашем доме милосердия, и у нее открылась гангрена, и она была просто при смерти. И Бог сверхъестественным образом помог ей. Мы так рады этому. Она приняла Иисуса, ее жизнь изменилась. Вы знаете, я знаю о том, что была ситуация когда-то, много лет назад, когда молодой парнишка, ему было 13 лет, подошел к пастору, и у него был журнал, и на обложке этого журнала был сфотографирован ребенок. Как в Африке, знаете, такие ребра видны, умирающие, худые ребра и кости, больше ничего нет. И он подошел и говорит, пастор, скажи, пожалуйста, Бог всемогущий, исцеляющий? Говорит, конечно. Говорит, объясни мне, пожалуйста, пастор, почему вот такие люди есть на земле? Это с Бирмы ребенок, с африканской страны. За что этот ребенок страдает, что он может вот-вот умереть от голода? Знаете, что пастор сказал? Иди отсюда, пацан, что ты понимаешь? Что тебе объяснять? Иди отсюда. Этот пацан ушел. И в своей биографии написал, это был последний день, когда я был в церкви. Знаете, о ком я говорю? Я говорю о Стиве Джобсе, человеке, который основал айтишную корпорацию. И сегодня мы пользуемся телефонами Apple. И он стал практикующим буддистом и в возрасте 56 лет умер от рака. Но в своей биографии, когда он был подростком, он был в церкви. Он сказал, это был последний день, когда я был в христианской церкви. Друзья, а может быть, кто-то из нас мимо проходит, кого-то? Иди отсюда, я занят сейчас. Я был когда-то в одном месте, где было полторы тысячи детей. Это было в Нью-Йорке, в одном из самых таких криминальных районов. Человек, который поднял это служение, сейчас 22 тысячи, каждое воскресенье детей приходит к нему на служение. Его имя Билл Вилсон. Ему тоже было 13-14 лет. И мама привела его и посадила его на лавочке и сказала, подожди меня, я вернусь. Он просидел один день до вечера, мамы не было. Второй день до вечера, мамы не было. Третий день до вечера, мама не вернулась. Твою дорогу ушел христианин, который шел просто в церковь. Мальчик сидит, да сидит. Первый день он мимо вообще прошел. Второй день он как-то посмотрел, а что ты сидишь здесь, говорит, да маму жду. На третий день он снова услышал, что он маму ждет. Он взял его за руку и привел его в церковь. И говорит, у нас будет лагерь сейчас. То есть, останься здесь в лагере. Когда я был у Билла Вилсона, ему было 56 лет, у него лицо, когда близко смотришь на него, такая кожа, ну, видно, что после операций многих, у него стеклянный глаз. Я говорю, а что с лицом твоим? Он говорит, а это кирпичом меня пытались убить. Я говорю, а почему? А потому, что я им мешаю, мешаю наркодельцам, мешаю тем, кто использует детей для секс-индустрии, потому что я детей веду к Богу. И когда Билл Вилсон говорит, он говорит, я всю свою жизнь посвятил тому, чтобы служить людям. Почему? Где, откуда у него вот это посвящение? От того, что кто-то не прошел мимо. Друзья, последнюю мысль, которую я хочу сказать. Когда они забрали все, они шли обратно, но когда они шли туда, они прошли через одну реку, и 200 мужчин из 600 сказали, мы тут остановимся, мы очень устали, уже сколько дней мы в пути, мы не можем идти там воевать. И Давид говорит, оставайтесь. Они идут обратно, 400 мужчин, с ними жены, дети, все имущество, все с ними. И встречаются с этими 200, которые просто здесь на берегу. И эти говорят, о, вы все вернули назад, наши жены, и все. И были негодные люди, которые сказали, им не надо дать ничего, потому что они здесь, они не воевали с нами, не пошли туда. А Давид сказал, нет, мы одна семья, нет, мы одна семья. Я хочу молиться сейчас. Мы с вами одна семья, кто проповедует, кто жертвует, кто молится, кто стоит пред Богом, кто возлагает упование на Бога. Мы одна семья. Кто не проходит мимо, кто служит, кто бы что ни делал в Царстве Божьем, мы одна семья. Давайте закроем свои глаза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова